Здравствуйте, это Кавхаги Реформ Сейчас у нас уже погода, когда все начинает таять днем Вечером все еще подмораживает, но днем все тает Из-за этого начал сходить снег с крыши Здесь у нас никаких водостоков нету, ни снегудержания нету Так что приходится жить с этим Ну и что получается на кормовом столе? Немножко прозевали, при этом не пододвинули корм И вот корм засыпало То есть коровки его отодвинули и ровно на него упал снег Короче, в принципе проблема такая не очень серьезная Потому что, вот видите, что я сделал Я почти весь корм умудрился сохранить За счет того, что вручную убираю каждую ляпуху снега Сейчас покажу, как это происходит примерно То есть, ну, дело не хитрое Так как снег сейчас, он и падает, потому что тает И из-за этого он сейчас мокрый, влажный Его можно брать такими целыми кусками И корм под низом остается целым То есть, в принципе, такая Не особо большая проблема Но, как бы, много ручного труда на коленках Так что Вот так это происходит Ну, наверное, все-таки снегозадержание на крыше не помешало бы Хотя бы Потому что водостока у нас нету И такие бы глыбы снега Все равно бы его, наверное, отломили Не знаю Ну, как минимум Ну, все равно это всего раз То такой снег накапливается И вот сойдет И все И больше не будет Как бы так Еще поделюсь Что у нас произошло вчера Такая небольшая загвосточка Но Серьезная проблема Закончилась вода в колодце Там, где у нас стоит Щиток управления Там колодец И там закончилась вода Все 11 Или 12 колец были сверху Ну, мы что сделали У нас есть другой колодец Где-то в 100-200 метрах отсюда И с той стороны навеса У нас гидрант Подключили этот гидрант К системе внутри молочного блока Через шланг-удлинитель И наполнили тот колодец Наполнили колодцем Который был Который внизу у нас там У озера У которого дебет очень большой Потому что Он как бы имеет Под собой ручьи Которые текут в том месте Вот Ну, наполнили колодец Хотя бы 3-4 кольца Насос покрылся водой И Мы смогли дальше поить скот Нормальным образом Вот так вот То есть Если есть колодцы Желательно иметь систему Которая будет Сообщающаяся между ними Чтоб если один или другой колодец И сохнет Чтоб можно было другим Восполнить этот запас Эту утечку Ну Конечно Проблема Так что Мы пока надеемся Только на весну Что сейчас Снег растает И колодец наполнится Но вообще Если на него Нельзя так надеяться И не будем В дальнейшем Так что Так как для молочного блока Нам нужен Для промывки Минимум В день Воды Не знаю Есть ли у него Такой дебет Раз он вот так вот Заканчивается Вода вне Без понятий Так что Сами думайте Я вот сделал себе Вариант Такой Что у нас Этот колодец Получается Как водонапор Как грубо говоря Ну просто Емкость Резервуар Для хранения воды Можно сюда Накачивать воду Через Систему Через другой колодец И отсюда Уже более проще Как бы качать Ее кором Могу показать Как у нас Все сделано Цель была в том Что И внутри колодца У нас есть Пару Краников Которые Не задействованы И из-за этого Мы смогли Открыть Эти краники Вот как у нас Все устроено Вот Или тот краник Или вон там Вот еще один есть Вон там От реле давления Закутанная Тряпочка Сверху Пакетиком Здесь висит Лестница Это было Насос Выключился Или включился Одно из двух Вот Сейчас Ну Не знаю Два-три кольца В воде есть Наверное И хорошо Над насосом Там Можно посмотреть Лежит снег Внизу Потому что Закидывали снегом Вчера Ну не знаю Так нормально Я пытался закинуть Это же тоже Вода Та же самая Вот Думал тем самым Увеличить Количество воды В колодце Ну пока еще Даже не растаяло Видите То есть там Температура Недостаточная Чтобы снег Весь потаял Ну все Наверное А еще Была такая Проблема У нас По-видимому По-видимому Подключено К щитке Вот У нас Скорее всего На насос Вот Этот вот Реле Перекрывает Не Не фазу И так далее Но Конечно Ничего хорошего В этом нет Из-за этого Решили поменять То есть Сделали так Что мы Именно фазу Перекрывали Вот этим Вот рубильником Но при этом Интересное явление Что Скорее всего Через воду Начало пропускать Электричество На поилку У нас Коровы Только Опускали Шарики И Сразу Их Било Током Все Подогревающие Кабели Кабели У нас На Узо Автомате Которое Должно Срабатывать При КЗ А Именно Насос Без Узо Но Его Низем Большой Мощности Таких Узо Нет Плюс Утечка Там Все равно Будет Какая Вот Из-за Этого Все-таки Сделали Назад Так Как Было То есть И фазу Поменяли Назад И Почему То Сейчас Нету Так Как Током Не Бьется Поилка А раньше Пилось Кто Его Знает Заземление Везде Есть Хорошее Как Все На Столбы Сделано Без Понятий Почему Так Сейчас Не Бьется Мы Испокоимся Все Начинает Понемножку Таять Сейчас Увеличился Расход Соломы Где Тратим Не Меньше Трех Два Три Рулона В день Точно Уходит То Бывает Периодически И до Пяти Рулонов Вот Одну Подстилку Сделать Под таким Навесом Где-то Требуется Резчиком Соломы Где-то Требуется Полтора Рулона Сразу Вот Ну Вот Так Вот Надеемся Что Нам Хватит И соломы И Корма Конечно Дай Бог И Вот Тут У нас Внезапно Пошел Снег Хочу показать Как Мы делали Подвод воды Подключались На прямую гидранту Брали Шланг Садовый Шланг Обычный И От Коннектора Прямо В эту Дырку А Общей Системе И Таким Образом Наливали Из Нашего Колодца Который Там Внизу Озера Наливали Воду В Колодец Который Там То есть Открывая Краник Колодца Внутри Пошел Снег Очень Вовремя Только Что Было Солнце Внезапно Пошел Снег Вот такая Вот погодка Вот кстати Кормораздачник Стоит То есть Кормоуборочник Извиняюсь Стерх СД 2.0 Хорошая вещь В нашем Хозяйстве Нам пока Еще Особо Не пригождалось Почему Потому что Мы Начали Сразу Заготавливать Сенаж В Упаковке И В этом Году Более того Купили Скоростной Обмочек Сенажа Упаковку То есть Так что Скорее всего Нам не понадобится Вот думаем Его может быть Продать Он в хорошем Состоянии Достаточно Ну вот Ждем пока Особо Звонков Нету Вот Посмотрю Как у нас Наши бычки Как у них дела С таким Снегом Подстилку Перед снегом Я сделал Ну конечно Уже не все Сильно играет роль Снег Снег Сильный Вот этого бычка Хотят у нас В скором времени Забрать Как производителя Пятнадцатый Наш Хороший бычок Мамка Умерла От Переданит У людей Коробки Небольшие Еще И чтобы Как раз Осеменил их Не очень большой бык Вот им Так вот Нужен такой Именно Понравился Им Пятнадцатый Он нам тоже нравится Хороший Он ручной У нас Можно гладить Из-за того Что мамка умерла Приходилось Его подкармливать Из-за этого Он Как бы К людям Бежит Потому что Знает Что от них Что-то хорошее Можно ожидать Остальные Пугливые Как бы Вот так вот Ну что-то Выбирают Ей что пожрать Короче Можно и раздать Корм Ну сейчас Снег Конечно Это уже Проблема Сразу Надо почистить Сначала Перед Кормовым столом Кормовой стол Обдуть Может уже Завтра Только Пусть Подъедают Ладно Всем всего Самого Хорошего До свидания Продолжение следует